Ассаламу алейкум, уважаемые телезрители, в эфире онлайн диалог. И сегодняшняя наша передача посвящена фильму о пророке Мухаммаде, который идет на кинотеатрах нашей республики. С этой целью мы в гости пригласили Абдурахмана Хасамудинова, руководителя Рисалат Холдинга, который обладает всеми правами проката его по Дагестану. Я так думаю, помимо Махачкалы сейчас в Каспийске тоже идет, еще в каких-то кинотеатрах наверняка планируете. Слава Аликану алейкум, я думаю, в ближайшее время многие люди узнают и смогут посмотреть этот фильм не только Махачкалы и Каспийске. Ну, это маленькое анонсирование, скажем такое. А я бы хотел начать вообще нашу передачу. Я знаю, что на закрытый показ приезжал сам автор этого фильма, с ним были гости. Хотелось бы именно в школу узнать, как им понравилось в Дагестане, что они говорили, с каким чувством уезжали, вообще какие были отзывы. Они же наверняка смотрели, кто заходит, что говорит. Им же тоже интересно было узнать именно наше мнение, поскольку он здесь, в России больше же нигде не демонстрируется. Именно мнение мусульман о этом фильме. Что вы можете сказать? Ну, в первую очередь, что хотелось бы сказать, до того, как он сюда приехал, в Дагестан, я ему всегда об этом говорил, что его фильм может иметь успех, только если он начнет с Дагестана. Аргументом это было то, что здесь, в Дагестане, очень хорошо знают сиру, пророка, потому что ее мы можем услышать как с мимбар в мечети, так на радио, на телевидении, то есть книги читают, у нас медресы преподают. Я сам тоже обучался этому, и поэтому, как говорится, не по наслышке знаю, что здесь достаточно образованные люди в области религии, в области знания сиры, и я ему это постоянно говорил на всех четырех встречах, что нужно везти фильм туда, где любит, пророк остался, где любит Ахлибейт, где любит Ислам, где любит чистоту. В общем, так было. И я думаю, когда он сюда приехал, он об этом убедился, ему удалось общаться с нашим уважаемым муфтием, с многими альвами, поэтому у него, конечно, времени было очень мало, мы свозили его в Черкей, в тот день хотели на Ахольго, но так как у нас всего было два дня, и было два закрытых показа, и мы просто боялись опоздать на закрытый показ, поэтому мы его не повезли в Ахольго. То есть он на Ахольго так и не побывал? Да, он очень туда отрывался, но просто у нас по времени было слишком мало времени, они прилетели поздно вечером, устали с дороги, и они хотели отдохнуть нормально, и в следующий день уже закрытый заказ, мы хотели поехать на Ахольго, но не рискнули. Ну, надеюсь, он еще приедет и сможет посетить это место. Ну, вообще интерес остался, мы его, конечно, всегда ждем, интересный, творческий человек. А с ним были люди, какие отзывы у них были? Они, скажем, те, кто сопровождал его актера, вот исполнитель главной роли была, и с ним еще были переводчики и так далее, что они говорили? Мне просто, почему это интересно, думаю, и нашим телезрителям. Ну, человек приезжает, скажем, мессер Бья прилетел в Иран, скажем, даже просто в делегации, там, операторам или еще кем-то корреспондентам, мне было бы интересно все, многое, и у меня было бы, наверное, много впечатлений, поэтому хочется узнать, какие у них были впечатления, что они говорили о наших людях, которые смотрели этот фильм, многие из которых, мужчины, плакали, не скрывая слез, когда смотрели этот фильм. Ну, вообще, мне, наверное, говорят, 4 раз довелось общаться с этой компанией, и мистер Маджиди, и всеми его окружениями, с продюсером, оператором главным, то есть там все творческие, серьезные люди, именно в индустрии кино, бизнеса, кино с бизнесом вместе, потому что мы хорошо знаем, что на этот фильм они серьезные деньги потратили. И каждый раз, когда я общался, я одну вещь заметил, я все время рассказывал ребятам с кем-то, именно по компании нашей, что иранцы, они такие, как сказать, ну, я так говорил, очень тонкие люди, то есть они говорят все время очень тихо, то есть много не говорят, то есть не торопятся никогда. Я думал, что вот у нас, как бы Дагестан, они не торопятся, они еще более никуда не торопятся. Ну, это менталитет восточных людей. Да, то есть вот восточные люди, они более восточные люди, вот так можно сказать. И, ну, конечно, вообще, честно говоря, общаясь с ним, как бы почувствовал вообще, кто такой режиссер вообще. То есть именно, ну, мы слышим о наших режиссерах очень много, Никита Михалков, очень талантливый режиссер, и еще другие есть режиссеры в нашей стране. Ну, с Маджиди мне все равно получилось очень много общаться, и как бы проникся вообще его взглядом в киноиндустрию, и у меня даже как бы есть такие соображения, что, допустим, я вот недавно сходил, то есть это вот все как бы, Абдулла Иси говорит о мистере Маджиди, мне было интересно, я сходил на «28 памфиловцев» кино здесь, то есть между просмотрами, я уже 10 раз посмотрел наш фильм. Да, я сходил, но мне просто было интересно, то есть я знал, что это очень популярный российский фильм, только в России сейчас 300 тысяч просмотров уже в кинозалах, то есть это о чем-то говорит. И, конечно, я хотел посмотреть, знаю, что «28 памфиловцев» это сделали в свое время серьезный поступок, то есть «Остановили врага» на послугах к Москве, и я хотел пойти посмотреть, что она несет с собой картина, и, конечно, мне хотелось посмотреть, сколько там людей в кинозалах. Но я не буду, не скажу, что я радовался от этого, но я увидел там всего 9 человек, с чем это связано, не знаю. Ну, картину я старался смотреть, вот как будто нет нашего фильма «Мухаммад». Как будто вот я вот хочу кино посмотреть интереснее, я пришел, пытался отключиться от всего, пытался получить, какое-то удовольствие. Ну, да, может быть, там стрелялки, вот это там, танки, оружие, вот этот эффект какие-то, что-то какой-то интерес есть. Но то, что я получил сам, как кинозритель, просматривая фильм «Мухаммад», я этого… Там идет духовное обогащение. Да, я не пронаблюдал, и я такую интересную вещь, как вот сидел, анализировал Абдулла. Думаю, если бы «Мистеру Маджиде» дали бы этот фильм, даже с этим же сценарием, ну, просто он бы сам бы снимал бы и подбирал, может быть, актеров, то есть режиссер же работает с актерами, так скажи, так не скажи. Свою мысль доносит. То есть он «Дубль-2», «Дубль-3», «Дубль-10» – мы это все видели. Я думаю, если бы он даже этот фильм снял бы, я думаю, фильм немножко был бы более теплее. Ну, был бы в первую очередь, да. То есть вот этот момент, то есть если говоря о «Мистере Маджиде», то есть я даже, как бы, если мое мнение, что он принес в кино что-то новое, я бы, конечно, лично я, если меня спросили, я бы с удовольствием хотел бы именно, что вот это новое, то, что он принес, оно бы более было бы широко и получило более серьезное развитие вообще в мировом масштабе кино. Ну, давайте уже перейдем непосредственно к кино. Я понимаю, о чем вы говорите, но вы знаете, сравнивать эти фильмы, я думаю, вообще никакие духовные фильмы… Я был уже немножко кинокритиком, наверное, стал. А, да, да, хочется по критикам. Я же изучал, понимаешь, эту область и там, и здесь, и везде. Потом интерес совершенно другой к фильмам, по крайней мере, у меня, я думаю, у многих тоже. Когда стоит… Да, действительно, там люди совершили героизм, это совсем другое, а здесь фильмы совсем… Вот фильм «Умар» был, например, «Абдулла» очень мощнейший фильм, я считаю, до этого. Да, «Умар» очень хорошо. Но, посмотрев этот фильм, я уже как-то по другим глазами смотрю на фильм «Умар». Там, понимаете, я же говорю, там каждый режиссер, каждый автор несет свое видение, и когда ты проникаешься его видением, уже ты немножко его глазами начинаешь смотреть на все. Может, и с вами это произошло, поэтому вы хотите увидеть нечто другое, когда смотрите эти фильмы, другие фильмы. Что касается фильма о пророке Мухаммаде, который идет у нас в Махачкале и в Каспийске, одно время все кинотеатры, не только Россия, не только Москва показал, «Октябрь», по-моему. «Октябрь», да. Потом они отказались, объяснив это тем, что им нужно ставить и московскую программу, поскольку их напрягают с Москвой, что не могут они все фильмы убрать и ставить только. Скажите, как-то ситуация изменилась, будут опять они демонстрировать, скажем, может быть, в дружбе будет, может быть, в другом каком-то кинотеатре? Ну, мы надеемся, что ситуация исправится, мы, по крайней мере, мысленно это все время пробиваем, и, может быть, все-таки у них, я думаю, возможность появится. Они, в принципе, об этом и говорили, как бы изначально, что на какое-то время они уйдут, а потом будут показывать. Я думаю, может, все-таки это наступит момент в ближайшие дни, и все-таки они начнут опять показывать и радуют махачкалинского зрителя, как кинотеатр «Россия», «Октябрь», и, может, даже не по одному сеансу, а по низкому сеансу будет. Что касается цены на вопросы до эфира, был очень интересный вопрос в соцсетях, я видел. Нет ли желания у вас, ну, как бы, я уже перефразирую его, и напрямую спрошу, нет ли желания у вас изменить цену? Смотрите, если вот говорить чисто уже, тут уже затронули коммерческую основу тему, ну, если, допустим, в Махачкале или Дакистане было бы 50 залов вместимостью по 500 человек, то, конечно, можно было бы изменить цену. То есть понизить цену? Конечно, но мы знаем, что количество залов у нас ограничено, то есть просмотр мы тоже можем сделать ограниченно, то есть цена, она выставляется вот именно, исходя из того, что мы не можем большой поток людей впустить и тем самым оправдать все те расходы, которые у нас. Даже ту цену, которую мы сейчас поставили, изначально, я еще когда переговоры вел, ну, конечно, пусть меня простят кинозавители, но мы закладывали цену даже тысячу рублей, потому что, ну, серьезно, фильм, они, иранцы, они серьезные деньги потратили, они хотят вернуть элементарно свои деньги. Они на переговорах мне и говорили, что наша основная задача была изначально, чтобы как можно больше людей посмотрело, но если говорить о втором сценарии, который они делают, ну, то есть бизнесмены, которые потратили деньги, я, то есть, вот, как человек, который занимается коммерцией, допустим, я кому-то деньги дал, я все равно жду, когда мне деньги вернули. Их деньги вернули, и он мне постоянно об этом говорит, что есть определенные круги, которые ждут обратно деньги. А если ты не вернул деньги за первую часть, каком может разговор быть о второй части? Ну да, действительно. То есть, как бы вот, в период этих разговоров в течение года, я, между слов, это читал, то, что вот, они напрямую не говорили, но я понимал, что деньги – это неотъемлемая часть. Они пригласили итальянского кинооператора, то есть, они привлекали от серьезной камеры, вот, допустим, он мне объяснял, допустим, снимать Пророка, согласно, было очень сложно, потому что важно было не показать его лицо, то есть, мы, если по-настоящему… Да, и при этом, чтобы интересно было зрителю, западному зрителю, а он так и говорил, что изначально, конечно, он рассчитывал на западного зрителя, то есть, конечно, он хотел, чтобы и все-таки мусульмане посмотрели, но изначально у него уже было, возникло желание создания фильма, когда его пригласили в Голландию, по-моему, или в Данию, где, помните, рисовали карикатуру, ему хотели дать звание какого-то выдающего режиссера, и тогда они долго думали, и он сказал, извините, вы затронули мое религиозное чувство, я не могу поехать. Я благодарю вас за то, что вы так хотели меня оценить, но я не могу принять ваш дар одновременно, когда вы делаете это. То есть, и карикатуры рисовать, и самое… И тогда у него возникла мысль, все-таки, может быть, стоит западному человеку рассказать, кто такой был наш пророк, раз они позволяют… Они узнали и поняли нашу позицию, и почему нам не нравится, когда на него рисуют карикатуру. И он сказал, что я не претендую на монополию создания фильмов, то есть, возможно, этот фильм послужит другим режиссером, снятия фильмов, подобных фильмов. И вот то, что они создали мягкую медину с 7 века, это говорит о том, что… Но это декорация же все осталась. Они говорят, что эти декорации созданы где-то на лет 40-50, которые не разрушаются. Представляете, как они… То есть, сколько лет можно снимать. То есть, иногда возникают вопросы, почему так дорого? Ну, если мы посмотрим на фильме вот эти все декорации, это видно, что… И тем более, они сказали, что 40-50 лет не разрушаются. Это из какого материала они делаются. Это однозначно не из глины, солома. Мы продолжим через короткую паузу. Нам уже время уходить на рекламу. Уважаемые телезрители, очень интересно двигается наш разговор. Не переключайтесь, реклама пройдет очень быстро. И мы уже продолжим, и во второй части будем отвечать на ваши вопросы. А сейчас реклама. Итак, реклама, как мы и говорили, прошла очень быстро, и мы продолжаем говорить. Прохода на рекламу мы говорили о том, что были созданы декорации, которые будут еще служить для режиссеров, кинооператоров, для того, чтобы снимали фильм еще 15 лет. Я так думаю, Рейси 50 лет. Если они будут в рабочем состоянии, эти декорации еще 50 лет, то наверняка Маджиди не будет только для своих съемок их использовать. Наверняка и будет разрешать кому-то другому работать. Я думаю, мы увидим еще не один фильм, снятый на этих же декорациях. Меня вот это и удивило, что недальновидный взгляд такой. И в принципе они как-то рассчитали. Они трилогию же собираются снимать. Этот фильм сколько лет? Даже если для своего фильма только делать такие декорации, они поступили практично. То есть они хотели... Я вообще удивился. Вот это и есть. Расчетливание. 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 Да, они сделают хороший фильм. Хороший фильм. Который возможен, они все равно... Он, Маджиди, уверенно говорит, весь мир посмотрит мой фильм. То есть он уверен в своем творчестве. Но мы посмотрели фильм, и мало кто говорит, что плохой фильм. Мы же видим, что он действительно снял фильм. И вот мое мнение тоже. Если бы он снял 28 Памфилос, это был бы другой фильм. Я вот общаюсь с ним, ну и честно говоря, немножко кино с того, как бы тоже глубже посмотрел. То есть раньше как бы все равно я не так смотрел в эту область. И работая в Рисалат Холдинг, я часто даже говорил, что ну уже хватит нам Голливуд Пикчерс. Я даже с ребятами шутил, будет скоро Рисалат Пикчерс. Ну сколько можно уже смотреть эти кино, которые ну практически, ну никакой пользы нету. Хочется кино пойти посмотреть. Ну убирают время. Да, приходишь, смотришь, там стрелялки, там что-то убивалки, там погонки туда-сюда, там вот эти секундные моменты. То есть вышел, а внутри как-то раз и нету какого-то развития. Можно пересчитать на пальцах вот эти все американские фильмы, которые допустим можно получить пользу. Вот допустим, ну если перечислять, допустим, Мэл Гибсон снимал, он единственный режиссер, который мне действительно нравится. Вот он снял «Рыцарь храбро сердце». Да, очень интересно. Да, очень интересно. Он именно показал вот этого шотландца, который поднял «Восстание». На мой взгляд, он показал двух человек. Я считаю интересным. Что он может сделать? Как говорят же, Сальвадор Далина рисовал предчувствия. А вот этот фильм он снял двух. То есть честь, понятие, понятие мужества. То есть как, насколько плохо предательство его предали, а он все равно оставался человеком. Человеком. То есть неизменно. Да, да, да. То есть семьянин. То есть хотел семью, хотел родину. То есть он не начал воевать только за счет своего интереса, а начал воевать только потому, что там. Ну да, действительно, я с вами здесь соглашусь, что очень мало сейчас на экраны выходит фильмов с такой духовной составляющей, которые обогащают тебя чем-то, помимо того, что ты проводишь весело, или интересное время просматривая. И вот такие фильмы, как, скажем, режиссеры Маджида Маджиди и многие другие, они, конечно, несут с собой очень много. Начало заложено, начало заложено, мощнейшее начало. И он как бы предлагает всем давайте, присоединяйтесь, вот, пожалуйста. Да, декорации есть. Декорации есть, да, снимайте, пожалуйста. И, в принципе, актуально же, мы же сколько фильмов смотрели, Хасан Хусейн, который Слава предлагал, Луна Бануашем, Умар фильм, Бахлюль, Юсу. Очень много. В принципе же, если так разобраться, эти фильмы, они гораздо по бюджету немножко дешевле, чем, например, то, что они сделали. Честно говоря, некоторые из этих фильмов, и до них, которые были, когда смотрели, очень немножко, вот в сердце было так, неужели нельзя было чуть-чуть больше потратить, да, вот эти вот декорации какие-то, там, или еще что-то сделать немножко по-другому, чтобы оно было более такое. А вот... Ну, Маджиде удалось, конечно, удалось, и я надеюсь, что теперь планка поднята. Я думаю, для многих ориентиры теперь честны. Даже вот Михалков, даже он тоже считает, он немало картин снял, и он немало может привлечь, я уверен, средства для хорошей картины. Я думаю, 50 миллионов долларов тоже сможет привлечь для хорошей картины. Было бы, что снимать. И он сказал же, очень сожалею, что не был снят фильм о пророке Исе. Подобный фильм. Да, да, да. Но мы тоже не против, если он снял, да. Мы же тоже любим пророка Иса. Может быть, какой-то может совместный получится проект. Ну, наверное, давайте перейдем уже к вопросам от телезрителей, а то они уже долго ждут, пока мы обратим на них внимание. Итак, первый вопрос, сколько еще будет длиться прокат фильма? Ну, люди хотят смотреть фильмы, как можно сказать, нет. Поэтому, пока люди хотят смотреть, мы компания... Вы не ограничены, да, по временам? Компания Ресалат Холдинг не будет себя ограничивать в этом. Люди будут хотеть смотреть, мы будем стараться, чтобы этот фильм смотрели еще хорошо. Вот так вот. Итак, следующий вопрос, когда этот фильм можно будет купить на диске или флешках, спрашиваете? Ну, я думаю, не раньше, чем в том году. В следующем году будет ясно это, когда будет на флешках или когда будет на дисках, потому что у нас контракты не предусмотрены. То есть, если продавать его на флешках или на дисках, это нам дополнительно договариваться с иранцами. Пока в кинотеатрах. Пока в кинотеатрах. Да. Пиратские копии не появились еще? Ну, пиратские копии, это судимое дело. Я думаю, если кто-то даже попытается это сделать, я думаю, им от этого мало бы приятного. Хорошо. Следующий вопрос. От нашей телезрительницы приедут ли еще раз к нам в гости? Очень бы хотелось встретиться с главной героиней. Ну, в принципе, если в этом будет необходимость, они показали, что они могут приехать. Например, я не слышал, чтобы он, например, с супругом куда-то ездил и привозил главную героиню, а сюда он приехал. То есть, я думаю, что в этом, скорее всего, заслуга народу Дагестана, потому что они любят пророка нашего, доволоситого Аллаха, и придется все, что с ним связано. Поэтому, я думаю, что может в дальнейшем еще раз будет такая возможность. Здесь просят вам передать огромное Баркала от Джамаата поселка Ленинкен. Смотрели почти всей улицы. Очень понравилось. Баркала побольше таких фильмов. И дай Аллах, им много-много пожеланий. Уже я потом в студии зачитаю уже после эфира. Они все делают дуа, чтобы как можно больше людей посмотрело. Я пользуюсь моментом. Она была. Мы сейчас готовим ролик как раз. И хотим всех, кто посмотрел этот фильм, то есть, если мы раньше, приглашали ННТ, приглашали другие студии, чтобы снимать комментарии, теперь мы хотим, чтобы люди сами снимали свои комментарии. Будет номер WhatsApp, то есть, выслали нам на Instagram, на WhatsApp, то есть, свои комментарии, и мы будем это выставлять. то есть, таким образом, чтобы самые лучшие комментарии мы тоже выделим потом, и такие как бы пригласим, подарки подарим. Сейчас мы прервемся еще на одну короткую рекламу, после чего продолжим. С телезрителем мы не прощаемся. Следите за рекламой, как она закончится. Мы продолжим говорить о фильме о пророке Махаммаде. Итак, реклама прошла очень быстро, как и мы и говорили, и мы продолжаем говорить о фильме о пророке Махаммаде с руководителем Рисалат Холдинга Абдухманом Хисаманиновым. Итак, вопрос пришел за время рекламы. Наш телезритель спрашивает, планируете ли вы что-либо сделать для слабослышащих людей, чтобы они могли как-то этот фильм, ну, видимо, имеется в виду сурдопереводы и так далее. Что-нибудь такое планировалось? Ну, мы, конечно, подумаем, раз такой вопрос есть, мы поставим вопросы. Вы же говорили, пока будут смотреть, вот люди хотят просмотреть, так что вам надо. Конечно, надо подумать, но я бы вообще, как бы, Ахмад Хаджи, у меня есть привычка, такой, прежде чем ответ дать, всегда говорю, я подумаю. Ну, это хорошее привычка. Потому что, если ответ сказал, надо уже его сделать. Я сейчас скажу, да, сделаем, а если не сделаем, то есть, надо же узнать, а как это делается. То есть, специалисты же должны быть. У нас вообще интересно, существует в республике такая служба, когда сурдопереводы. Но раньше было, в советские времена, наверняка и у нас были эти люди, которые... Ну, у нас есть друзья в Казани, потому что, вот мы непосредственно с фондами Орданов сотрудничаем. И вот как раз вопрос насчет слабовидящего, тоже Ахмат Аджим и разговаривали во время рекламы. Это тоже надо подумать, может быть, что-то у них есть и это, потому что... Слабослышащих вы имеете? И слабослышащих, и слабовидящих. То есть, вот, например, я удивился, допустим, человек ничего не видит, но слышит. То есть, он как-то может. А вот есть люди, которые не видят и не слышат. И то есть, эти люди тоже Куран обучаются. Ну, у них, видимо, город даже как-то перемещаются. То есть, мы одним словом, у нас есть с кем посоветов спросить это. То есть, уважаемые телезрители, те, кто задавал этот вопрос, вопрос задан, на нем думают, иншалла, я думаю, к следующему эфиру Абнур-Ахмал-Хажиб уже и даст нам ответ на этот вопрос. Следите за нашими эфирами, иншалла, вы узнаете что-либо для себя о том, что будет нового, скажем, сурдоперевод или может быть еще что-то. Так, можно ли смотреть этот фильм детям, и какого возраста, наверное, сказать есть? Ну, Ахман, хочу, вопрос, а почему нельзя, например, такой фильм? Почему нельзя? там, может быть, есть сцены, например, с саблями сражаются, если только это иметь в виду. А так, в основном, в принципе, фильм, я думаю, можно детям смотреть? Можно. По телевизору мы гораздо хуже видим, чем, например, в этом фильме, даже вот здесь сцены сражения. Единственное, что может быть, то есть, как бы, если по законодательству, сцены сражения. Там нету ограничений самого фильма, изначально? Ну, вообще, если учитывать, что вот эти сцены есть, то, наверное, вот это, как бы, младшие шестилетки нежелательно, то есть, вот эти вещи смотреть. сражения сабли, хотя там нету убийства, там нету крови, там, то есть, Маджидион сделал такое. у вас на экранах включили любой канал этой крови, этой жестокости и многих других проявлений. А Маджидион в этом фильме, что бы меня тоже заинтересовало, он не показался цены насилия и убийства. Очень интересно, как ему... То есть, он сумел показать сражения, но при этом... Насилие ничего. То есть, порезать на руках было, там, на рогах, ну, чтобы воткнуть, там, или еще что-то, там, голову отрезать, таких нежестких... То есть, много крови, то есть, он тоже это сумел уйти от этого. Следующий вопрос от телезрителя. Почему нет возможности заказывать билеты из кинотеатров по телефону с доставкой и так далее, как на многую продукцию Ресалт Холдинга? Ну, я думаю, что, скорее всего, все-таки кинотеатры наши учтут это, потому что, наверное, вопрос, кто задал, он, наверное, в России бывал, там, в России действительно можно, вот, допустим, в Москве, ну, и не только в Москве, в любом кинотеатре, например, в Иркутске когда бывал, можно кино, например, по интернету онлайн заказать, даже на следующий день, там, на два дня, заказал, купил билет через карточку и пришел, зашел. То есть, здесь пока Махачкалей этого нет, не знаю, с чем это связано, но, может быть, когда-то все-таки... Ну, это очень удобно. Очень удобно. Учитывая то, что на фильмы очень много людей идут, и иногда сидишь и думаешь, есть там билеты, Ну, вообще, они говорили, что у них такого никогда не было. В смысле, не было? Ну, чтобы так много народу приходило. На фильм посмотрели? Да. То есть, у них были какие-то фильмы, допустим, там, «Титаник» когда-то. То есть, и то, ну, максимум три дня. То есть, полный зал наполнялся в течение трех дней. Ну, а сейчас здесь уже сколько идет, были все полные. Подожди, а он идет в определенное время только? Ну, конечно, там, здесь у них свой репертуар, договоренность. Которые они должны выставлять? Которые они должны, контракты заключены год назад, полтора года назад. Там, как говорится, американские фильмы, они уже хорошо работают. То есть, уже за полтора, за два года вперед они все забивают весь эфир, чтобы мы не смогли избежать «Голливуд пикчерс», одним словом, так вот. Да, понятно. Так, следующий вопрос. Что дальше? Какие фильмы нас ждут от Рисалат Холнигин? Какие новинки спрашивают наши телезрители? Ну, если можно, так сказать, ожидается ближайшее, что наша работа будет, это, скорее всего, мультфильм. Мы работаем над этим проектом. Получится, не получится, но работаем над проектом мультфильма «Беллял». Беллял. Да. Машалла. Возможно, будет, да. Возможно, будет тоже в кинозалах. Мне такая просьба от себя лично сделать на языках Дагестана хотя бы короткие мультики. Короткие мультики? В смысле, свои мультики сделать? Нет, перевести на языки Дагестана. Скажем, есть же, к примеру, рассказы про Султан Каштана и так далее, там, по-моему, пять минут идет мультик. Можно, конечно, сделать, но вот единственное, что мы все-таки сейчас бы как пошли по пути же более серьезного озвучки. Например, сейчас мы, например, фильм «Мухаммаджи» озвучку сделали подобно тому, что делают голливудские же компании. То есть, мы тоже заказали серьезную озвучку. То есть, могли сделать и недорогую озвучку, закадровый голос. Нам гораздо, гораздо дешевле все обошлось. Но если делать серьезный проект, то нужно профессиональных актеров. А если, например, заказать непрофессиональных актеров, хороший мультфильм, он может не звучать о Ахмаде. Вот такой момент, да. Ну, тогда пожелаем, чтобы вы заказали действительно хороших актеров. Если... Просто хотелось бы очень мало просто работать на языках Дагестана. эти... Ну, погоди, по-моему, еще какие-то несколько простохваченные. И на этом ограничено. В таком режиме, конечно, проблем нет. Я думаю, можно сделать. Нет, нет. Хотелось бы серьезно. Как раз, кстати, вопрос пришел. Сколько потратили на этот фильм, спрашивают? Я не знаю, это вопрос вам или вопрос Маджиди? Давайте ответим. Мистер Маджиди потратил 50 миллионов долларов на этот фильм. 50 миллионов долларов. Да. Так. Когда его покажут Буинахский, спрашивает. Наш телезритель из Буинахска, видимо. Буинахский, да. Ну, там надо, во-первых, узнать, есть ли у них кинозал. Если есть кинозал, допустим, вот если он хочет, чтобы, например, показали Буинахский, ну... То есть, все дело опирается в кинозал? Конечно. Наличие кинозала, наличие, оборудования, которое может показывать. То есть, не везде есть оборудование, не везде есть элементарно даже экран. То есть, если Буинахский показывает голливудские фильмы, то и ваш фильм Итак, последний, наверное, на вопрос. То есть, это же не вопрос, а пожелание. Ассаламу алейкум, алейкум, дай Аллах, чтобы продался в фильме, чтобы были деньги на вторую часть. Аминь, что еще сказать? Такое вот пожелание от нашего телезрителя. Время, к сожалению, уважаемые друзья, подошло к концу. Я так думаю, что не последний раз прошел, иншаллах, иншаллах, нам, Абдурахмал, Хасамудинов, мы еще поговорим не разу, если вы успеете задать свои многочисленные вопросы. А сейчас хотелось бы несколько слов от вас в завершении нашей передачи, и мы уже будем заканчивать. Ну, что хочется пожелать? Хотелось бы пожелать, конечно, чтобы мы смогли все-таки в этой жизни понять самих себя, в первую очередь, то есть, понять, что мы хотим, что мы хотим сделать, что мы хотим понять, то есть, понять свою душу, понять свой ум. Это важно, например. Если, например, касается еды, мы же четко понимаем, что нам кушать, например, что не кушать, мы разбираемся в этих вопросах, по крайней мере. Знаем это нам польза, не польза, например, То же самое, например, есть органы восприятия, это наш ум, наша душа, она тоже постоянно получает пищу. Если ее давать хорошую пищу, полезную пищу, значит мы чувствуем себя хорошо, и ум наш, как говорится, ясный, и можем далеко смотреть, думать, какую-то пользу приносить. Поэтому я что пожелаю, дагестанцам пожелаю, чтобы мы питались хорошо, правильно, получали информацию тоже хорошую, правильную, и думать тоже, я вот считаю, важно тоже уметь правильно. То есть нам разум дан, и мы должны научиться им пользоваться. И чтобы от этого пользования было польза нашим семьям, нашим родителям, нашим детям, родственникам, соседям. Ну, одним словом, быть людьми. Как сказал классик, кто ты есть, где ты есть, и куда же потом. Наша передача подошла к концу, уважаемые телезрители, я благодарю нашего гостя, я благодарю вас за внимание, до встречи на следующей неделе. Всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова